Здарова, народ! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня будет небольшой гайд по суши-белтам. Суши-белт Факторио — это способ транспортировки разных типов ресурсов по одной конвейерной ленте. Такой способ имеет некоторые ограничения по пропускной способности конвейера, но зато позволяет избежать макаронности в некоторых постройках. Да, есть и более эффективные способы транспортировки теми же дронами, но этот способ может быть кому-то интересен или даже полезен. Так что наварите себе чайку или кофейку и внимательно слушайте. Давайте я сразу оговорюсь. Сначала я сделал суши-белт самостоятельно, а только потом уже полез в интернет за гайдами. Собственно говоря, я даже и не знал, что суши-белт называется суши-белтом. Также скажу, что нам понадобится логика. Она здесь не сложная, но все же. Я постараюсь не просто объяснить, что мы делаем, куда нажимаем и какие настройки выставляем, но еще и постараюсь объяснить, почему мы это делаем и какой логикой, не игровой, мы руководствуемся. Для того, чтобы вы могли потом самостоятельно сделать нечто похожее, ну, либо сделать что-то другое, ну, как бы на основе этого. Поэтому многим может показаться, что я буду прямо разжевывать какие-то элементарные вещи, но я уверен, что это видео могут посмотреть те, у кого общение с логикой Факторио буквально на «вы». Поэтому, тем самым, мы немножко снизим порог вхождения. Ну что, давайте начнем. Итак, первое, с чего мы начнем, это с концепции суши-белтов. В реальной жизни данный термин применяется в ресторанном бизнесе, в частности, в суши-барах. Это некий конвейер или конвейерная лента, по которой идут различные блюда, да, они по кругу передвигаются. И, соответственно, посетители могут прийти, взять какое-то конкретное блюдо с этой лентой и оплатить его и покушать. Здесь у нас будет примерно такая же ситуация. То есть у нас будет конвейер закольцованный и различные производства будут у нас забирать оттуда ресурсы. И все это мы будем настраивать с помощью логики, чтобы у нас ничего не перемешалось, чтобы у нас конвейер не заполнялся и так далее, и так далее. Итак, поскольку у нас основная концепция суши-белта — это именно закольцованность, поэтому мы сейчас сделаем вот такую импровизированную конвейерную линию. Вот она у нас полностью закольцована. И сделаем подвод к этой линии. Отсюда мы будем подавать ресурсы. Сейчас даже сразу поставлю ящик и манипулятор. Далее мы попробуем построить некую архитектуру, по которой мы будем возводить наш суши-белт. С чего мы начнем? К сожалению, игровая логика Факторио не позволяет считывать количество предметов на всей конвейерной ленте в режиме онлайн. Мы можем считывать только какой-то конкретный участок конвейерной ленты и сколько предметов в секунду проходит через этот участок. Можно, конечно, заморочиться. Мы можем вот так вот объединить все проводами. Мы можем все это поставить в логическую сеть, каждую ячейку. Но это будет слишком долго, слишком громоздко, слишком некрасиво. В общем, нас такой вариант не устраивает. Поэтому мы будем поступать следующим образом. Для того, чтобы нам понимать, сколько предметов находится сейчас на конвейерной ленте в режиме онлайн, нам нужно, соответственно, знать, сколько предметов было положено на этот участок и сколько предметов было взято с этого участка. Соответственно, нам нужно будет посчитать это количество предметов, то есть выполнить некое арифметическое действие. Следовательно, и комбинаторы у нас тоже будут арифметические. Один у нас будет считать, сколько мы положили предметов, второй будет считать, сколько мы взяли предметов. Приступим к настройке первого комбинатора. Нам нужно получить некий сигнал с количеством поступивших на ленту предметов. Поскольку нам нужно получить сигнал, следовательно, это входящий сигнал. А раз он входящий, значит, мы запитываемся ко входу нашего комбинатора. И давайте вот запитаем сразу участок конвейерной ленты. Давайте его настроим. Итак, нам никак не нужно регулировать его работу, включение и выключение. Нам только нужно знать, сколько, какое количество предметов через него прошло. Поэтому мы снимаем галочку «Включить и выключить» и ставим «Считывать содержимое конвейера». Оставляем импульс. Теперь, соответственно, каждый раз, когда предмет будет проходить мимо вот этого участка, комбинатор будет получать об этом сигнал и считывать его. Критически важно располагать вот этот наш счетчик не на основной линии. Почему? Потому что у нас здесь закольцованный конвейер. Соответственно, ресурс может пройти, по каким-то причинам, он может пройти дважды. Два круга или даже три круга. Соответственно, этот счетчик каждый раз будет один и тот же ресурс считывать. И данные показания будут неправильные. И, соответственно, наш комбинатор будет работать тоже неправильно. Нам этого не нужно. Поэтому мы стараемся строить наш Суши Белл таким образом, чтобы ресурсы, которые поступают на нашу закольцованную линию, проходили через этот счетчик только один раз. Поэтому мы поставили его сюда и никуда иначе. Давайте настроим наш арифметический комбинатор. Начнем с того, что любой арифметический комбинатор после того, как получает сигнал на вход, обязательно должен арифметически его обработать, прежде чем выводить куда-то дальше. То есть это может быть либо сложение, либо вычитание, отделение или умножение. Есть и другие варианты, но нам они пока не нужны. У нас здесь ситуация такова, что нам нужно просто посчитать количество предметов, которые будут проходить вот через этот участок конвейерной ленты. Каждый предмет, который будет здесь проходить, он будет давать в комбинатор один сигнал. Прошел один предмет, один сигнал. Прошло 10 предметов, будет 10 сигналов. И нам важно получить 10 сигналов, математически их как-то обработать, иначе комбинатор работать не будет, и выдать такое же количество, 10 сигналов, чтобы подсчет у нас был правильным. Соответственно, что нужно сделать с числом, чтобы на выходе получить такое же число? Надо либо умножить на единицу, либо поделить на единицу. Соответственно, вот таким образом мы сейчас и будем настраивать комбинатор. На вход любой сигнал, то есть мы ставим каждый. Любой сигнал, который поступает сюда, он будет умножен на единицу, либо поделен на единицу, можете выбрать вот этот вариант, как вам удобно. И на выходе мы получаем также каждый сигнал. Все. То есть, фактически мы сейчас настроили комбинатор так, чтобы он никак не менял сигнал, который он получает. и выдавал его ровно в том количестве в логическую сеть, в каком он его получил. Это критически важно в этой ситуации. Давайте теперь посмотрим, как у нас будут считаться сигналы. Я сейчас возьму в ящик, закину немножко науки. И что мы видим? Каждый раз, когда предмет проходит через этот участок, он подает сигнал в наш комбинатор. Но комбинатор обнуляет этот сигнал. Он его не посчитал, как нужно. То есть, как только предмет покинул в эту зону, все. Уже сигнал не считывается, и, соответственно, мы ничего не получаем на выходе. Как мы эту ситуацию исправляем? Все достаточно просто. Сейчас я захвачу вот эти ресурсы с ленты. Что мы в этом случае делаем? Мы закольцовываем наш комбинатор. Я возьму просто для наглядности другой провод. И соединю вход этого комбинатора с выходом. Что в этом случае мы получаем? Когда предмет проходит через вот этот участок, сигнал проходит сюда, перемножается, да, согласно нашим настройкам на единицу, и выходит обратно на вход. И тем самым циклично находится внутри комбинатора. И комбинатор запоминает это количество сигнала. Надеюсь, здесь понятно. Это тоже важно, потому что без закольцованности он работать не будет. Давайте теперь еще раз сбросим сейчас науку и посмотрим, как у нас все это будет считаться. Так, я заберу сейчас частично. Видите теперь, что происходит? Все предметы, которые у нас прошли, полностью посчитались нашим комбинатором. И этот сигнал сохранился. И на выходе мы будем передавать эту информацию уже дальше в логическую сеть. Что мы делаем следующим шагом? Нам нужно сделать ограничитель подачи ресурсов. У нас есть уже некое количество предметов на конвейерной ленте. И поскольку, как я уже говорил, Суши Белт имеет ограничение по пропускной способности, нам важно подавать все ресурсы порционно, в определенном количестве. Тем более, у нас могут быть здесь различные производства. То есть, какой-то тип ресурсов может потребляться в больших количествах, какой-то в меньших. И чтобы все это дело не забилось, нам надо поставить некий стоппер. Соответственно, как мы это делаем? У нас есть уже сведения о поступивших ресурсах. На выходе нашего комбинатора мы просто передаем эти сведения на соседний участок конвейерной ленты. Прямо перед нашим счетчиком. И настраиваем его следующим образом. Ставим «Включить» и «Выключить». Нам нужно управлять его работой. Считывать содержимое нам уже не нужно. У нас за это отвечает другой участок. И давайте условно сделаем так. У нас здесь попадают красные колбы. В нашем примере. Допустим, я хочу, чтобы у меня на конвейерной ленте было не более 40 предметов. Соответственно, мы делаем таким образом. Мы включаем конвейер. Если красных банок на нем меньше 40. Все. Как мы видим, вот здесь сейчас работает ограничение. И если я сейчас добавлю красных банок, они никуда не уйдут. Они будут стоять здесь. И так будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы вот здесь, на выходе нашего комбинатора, не получим количество предметов меньше 40. С первым комбинатором у нас пока все. Давайте поработаем со вторым. Напоминаю, второй комбинатор должен подавать сигнал, когда у нас забирается какое-то количество предметов с нашей конвейерной ленты. Давайте мы сделаем вот такое условное производство, небольшое. Просто поставлю манипулятор и сундук. Манипулятор пока фильтрующий. Я просто не хочу, чтобы он сейчас работал, чтобы у нас все это было поэтапно. Но поставить сюда, конечно же, можно любой. Итак, как мы настраиваем. Если в первом случае мы получали предметы, получали сигналы, умножали их на единицу и это количество выдавали в логическую сеть, то здесь, поскольку у нас происходит вычитание предметов, на выходе сигнал должен быть отрицательный. Поэтому настраиваем таким образом. Здесь каждый. Здесь каждый. Так, и какое нам нужно сделать действие? Нам нужно получить какое-то число, что-то с ним сделать арифметически, и на выходе получить это же число, но только с минусом. Соответственно, чтобы этого добиться, нам нужно либо умножить, либо поделить на минус единицу. Все. Условно говоря, если сейчас комбинатор заберет 10 предметов, соответственно, 10 сигналов поступит к нам в второй комбинатор, он их перемножит на минус единицу, на выходе мы получим минус 10, и это минус 10 мы отправим в первый комбинатор, он это посчитает с теми значениями, которые в нем уже были, и выдаст нам правильный результат. Давайте, наверное, сразу так и сделаем. Для наглядности возьму красный провод и выход нашего комбинатора второго соединю со входом нашего первого комбинатора. Теперь настроим манипулятор. Сначала мы включим его в нашу логическую сеть. Поскольку мы передаем сигнал на второй комбинатор, соответственно, мы соединяем его со входом. Вот так. Теперь настраиваем манипулятор. Нам не нужно управлять его включением и выключением, поэтому здесь мы ставим нет. Нам нужно только лишь считывать количество предметов, которые он берет. То есть ставим галочку «Считывать содержимое манипулятора» и оставляем значение напротив импульса. Так, давайте еще я вот здесь уменьшу размер пачки, скажем, до двух. Чисто для наглядности, тут вы уже потом настроите как хотите. Все, в принципе, у нас уже полностью готов наш суши-белт. Сейчас все уже будет работать так, как нам нужно. Давайте я сейчас включу манипулятор. Настрою его на красной банке. И вот он забирает баночки, а на первом комбинаторе мы получаем измененные значения. Видите? Он начинает вычитать. И напоминаю, что у нас есть стоппер, который у нас ограничивает количество предметов на линии до 40 штук. Соответственно, как только комбинатор будет выдавать менее 40 штук, вот сейчас это так раз произошло, стоппер начинает дополнять нашу ленту нехватающими ресурсами. Видите? Ну что, наш суши-белт полностью готов. Давайте добавим еще для наглядности дополнительные ресурсы в него. Поставлю также ленты. Ящики-манипуляторы. Поставлю делитель. Вот таким образом. Поскольку все ресурсы будут падать на одну только половину конвейера, делитель нам поможет распределить нагрузку. Теперь по подключению. Смотрите, мы можем подключиться так же, как мы это делали в первый раз. То есть тянуть провод от входа комбинатора к счетчику, тянуть провод от выхода комбинатора к нашему стопперу. Но эстетически будет это не очень красиво выглядеть, потому что просто будет здесь огромный пучок проводов. Можно это сделать чуть поаккуратнее. Мы можем просто запитаться от других объектов нашей логической сети. Вот таким вот образом. Теперь по настройкам. На счетчике просто копируем. Копировать настройки можно с помощью клавиши Shift и правой кнопки мыши. А вставлять свойства мы можем с помощью кнопки Shift и левой кнопки мыши. То же самое сделаем с нашими стопперами. Только в стопперах я поменяю банки. Вот таким вот образом. Так, все здесь у нас все настроено. Все готово. Давайте теперь настроим наше условное производство. Также поставлю манипуляторы и ящики. Также скопирую настройки и поставлю их в другие манипуляторы. Только поменяем банки. Этот у нас будет... Так, мискликнул. Вот этот у нас будет зеленые собирать. Этот голубые, этот фиолетовые и этот желтые. Таким же образом можем подключить и манипуляторы. То есть мы их просто соединяем друг с другом. Не обязательно каждый провод тянуть к комбинатору. Ну и в принципе все. Сейчас накрафтим банок. И вперед. Вот теперь давайте посмотрим, что у нас в итоге получилось. Все, наш суши-белт полностью готов. Если, соответственно, каких-то ресурсов не будет хватать, то мы будем их просто автоматически подтягивать в сеть стопперы. Нам будут их правильно дозировать. Все, в принципе, на этом все. Пробуйте, экспериментируйте. Надеюсь, что это было для вас полезно. Если это действительно так, то можете подписаться на канал, можете поставить лайки. Пожалуйста, пишите в комментариях, если возникли какие-то вопросы или просто есть какая-то конструктивная критика. Я все обязательно прочитаю и постараюсь дать вам обратную связь. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.